всем привет ребят что сегодня у нас будет очередной обзорчик на талантик это у нас будет священный огонь очень интересный скажем так талант который заменил каменку огненку даже ну частично потому что огненка на девятке все-таки топовый мне кажется будет потому что отражает урон уменьшает он и дает еще жизнь тут дается только для физ жизни в общем вот так вот талант реально один из топовых герои с этим талантом не такие убиваемые то есть они делают реально с любого героя танка который может выдержать намного больше урона и соответственно по локации каких-то против других героев затащить не слиться так быстро как это бывает если вы поставите герою атакующий талант так поехали сюда вот так он выглядит на восьмом уровне будем брать восьмерку 60 процентов 65 процентов жизни и 50 процентов уменьшение входящего урона на девятки 90 то есть как видите разница нехилая такая добавляется плюс 10 процентов для чего урона и плюс целых 25 процентов жизни это немало плюс доспех если поставить будет очень хорошая сборка так окей поехали я по выставляю героев на которых у меня стоит со я вам расскажу о них покажу почему что как и потом покажу на кого можно еще поставить раз уже качнем чтобы силу не терять можно конечно и рунами ставить можно и талантом зависимости от того какая у вас там как какие у вас возможно возможности скажем так так поехали начнем с того что у меня есть потом расскажу на кого можно на кого у меня еще есть такие таланты на других серверах так стакс так есть горгун принципе ему и заходит и баст но это лучше чем вас потому что он у вас как вы знаете сам герой дает дав плюс еще дается дав от таланта плюс дается жизнь это будет намного круче этот танк у него увлечение жизни плюс доспех поставить будет очень реально крутой горгул есть смысл ему ставить и даже не заморачивайтесь если есть лишний ставки купидон я использовал для древних испытаний именно туда я прокачал и в принципе довольно таки неплохо получилось вольт как вы знаете вольт очень сливной герой стал последнее время но сейчас вышел проклятый доспех и и он как бы альтернатива но вот этот вариант тоже очень круто смотрится если у вас есть ремка рунами на было по локации они так будет у вас сливаться то есть заходит очень отлично арктика прокачал специально под смотрителей испытания смотрителей поэтому чисто для этого она стрелок у стрелка как вы знаете есть встроенная как бы он скилом своим понижает входящий урон плюс еще доспех этот точнее священный огонь и в итоге получаются у вас очень не убиваемый стрелок поставить ему тикаху его нереально будет слить это я уже не раз проверила вам показывал арену так как ривно танк плюс от хил плюс дав то есть давный вариант всегда круто плюс доспех и вы очень долго будете с ним воевать ворожей против как вы знаете для ворожая можно поставить такие таланты это каменка было изначально потом можно было поставить огненку еще пробовали это самые такие топовые были таланты для него потом сейчас появилась 9 ажева потом священный огонь возможно что-то пропустил но вроде вам все-таки топовый назвал баст я сюда на урон не буду учитывать так вот среди этих всех талантов у меня больше всего используется с оживом и с оживой и со священным огнем со то есть вот такие выражая вам будет очень хорошо держать урон как вы знаете самая основная задача в ворожая это выдержать урон и включить от хил свой и не слиться вот с этим талантиком очень неплохо выдерживает это все делает франки по франки как вы знаете он тоже понижает по себе входящий урон то есть для него этот талантики уже показывал обзор тоже очень круто заходит и надо там особо много ему урона ему лучше дав собрать и по локациях то будет тащить седна аналогично у нее урона хватает ей нужен дэв и жизни от хилл то есть этот вариант идеально заходит для него плюс можно еще жива а огник принципе с одной стороны и хорош другой стороны я не знаю дэв ему особо не нужен дэв только нужен когда у него скил спадает в тех случаях она будет помогать но можно поставить лучше всего я уже показывал огник ожива девятая и плюс там и со можете поставить рунами 8 если есть возможность этого хватит асура многие там пишут что для асуры это хреново потому что понижается там отражалка нифига есть жизнь есть дэв он души у вас будет стоять ставите ему хорошую чару хранитель на отхилл ставите питомца на отхилл и он у вас будет долго медленно умирать но зато за это время он сделает намного больше пакостей для вражеских пачек рогатка обалденный пвп герой очень быстро сливается как знаете для него тоже вот именно священный огонь можете ставить тем героям которых вы хотите использовать в пвп локациях потому что именно для этих локациям как бы и в основном созданный там тащит потому что как правило все ставят на домах таланты качают там пакты и прочее на уроны я не знаю кто это им показывает итоге этой пачки сливаются на раз-два если у вас будет дефный вариант будет хороший отхилл вас ни одна пачка не сольет конечно смотрители сейчас сливают но это не сливают всех но с таким вариантом против таких же героев там с другими талантами со лучше всего ну и розалин да конечно же вы сами знаете что он делает она имеет кучу разных иммунитетов усилений для нее это тоже заходит но опять же есть и живо так теперь рассказываю показываю по героям которых есть на других серверах кому можно ставить можно ставить абсолютно всем но для некоторых она заходит для некоторых нет так ставим сейчас по выставляю и калка вы наверное удивитесь но для нее это тоже очень заходит я так ставлю тех кого стоит принципе качать и кто есть будет тащить любит спи как вариант если у вас есть лишние вот такой вот составчик еще там я у меня нету вы знаете что у меня нету многих героев на этом сервере я их не качаю потому что их не использую послевал в общем командор такой вариант очень хорош для пвп локаций для того чтобы проходить подземки нужен атакующий вариант для пвп локации для нее священный огонь самый топчик она будет намного меньше урона и намного больше пакости сделает потому что входящий урон у нее будет вообще мизерный а урону она наносит по зоне очень много для пвп для забыто я показывал тестировал два варианта хотите посмотрите видосик очень круто смотрится дрейк то же самое некоторые делали дрейка с каменкой неубиваемый ставите утеках у и очень сложно будет слить но конечно же против фрей нет приема но для пакости тоже неплохо ну ара это чисто такой вариант знаете ремка этот чтобы его не слили так быстро тыковка вы спросите почему опять же те же самые древние испытания для того чтобы ее не сливали ей нужно качать со туда и у вас никаких проблем со сливом так вы не будет ставите там и либо выживание либо ремку и она не будет так сливаться у вас будет намного лучше разгон и вы сможете пройти дальше это я тоже показывал одер атакующий вариант есть и давный для давного варианта вот этот талант лучше всего заходит то он у вас будет поле универсальным bigfoot и по башкам а два героя которые где-то приблизительно по юзабельности то есть как я их использую одинаковы для них однозначно это заходит потому что тут есть дав и есть жизни и они будут намного круче других остальных сборок единственное есть еще вариант пахненко то есть это такие варианты ну и трифит и ребят такие герои на которых можно поставить но она особо вас не спасет чисто ради испытания смотрителя в общем вот так вот то есть я вам кратце рассказал показал пишите в комменты кого вы хотите увидеть возможно еще раз повторно потестировать показать с прокачкой максимально и сделаем это но вот такие вот на сегодня расклады как всегда они обычно от одного до одного меняются ну что есть то есть все пишите коменты лайки репостики всем удачи всем пока